Продолжение следует... В 1963 году на советские экраны выходит комедия Генриха Аганесяна «Три плюс два». Наталья Кустинская и ее партнерши по фильму Наталья Фатеева появляются на экранах в непривычном для зрителя виде. Обе в купальниках и обе по-голливудски ослепительно красивы. Мы звали ее Кузя. Это такое ласковое прозвище было в съемочной группе, потому что она Кузя и есть. После фильма «Три плюс два» Наталья Кустинская становится абсолютным символом женской красоты, привлекательности и сексуальности. В 1973 году Кустинская играет маленькую, но яркую роль любовницы режиссера Якина. В знаменитой комедии «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию. Потрясающая новость! Якин бросил свою кикипору, ну и уговорил меня лететь в Гагр. Зажигалка. Она же зажигалка вот делает вот искру, да, а потом долго горит. Она не горела долго, но она была искра. Сценарий фильма не раз повторялся и в жизни Натальи Кустинской. Ни одного из четырех своих знаменитых мужей она не искала. Оказавшись рядом, лучшие мужчины страны, оставляя жен, в день знакомства предлагали ей руку и сердце. Это была, конечно, женщина-кошка. Я думаю, что с ней было жить нелегко, но интересно, потому что кошка, вы понимаете, это и верность, это и каприз, это и искры в глазах. Наталью Кустинскую боготворили Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов. За ней ухаживал Владимир Наумов. Муслим Магомаев посвящал ей песни, а Владимир Высоцкий – стихи. Где бы актриса ни появлялась, она вызывала фурор. Это был, безусловно, предмет вожделения всех здравомышлящих мужчин. Она была такая вот наша, ну, скажем так, Бриджит Бордо. Не хуже Бриджит Бордо. Все было на месте – глаза, ножки, талия, фигура. Только в 1983 году Наталье Кустинской удается, наконец, преодолеть амплуа героини-любовницы. В телесериале «Вечный зов» она играет серьезную драматическую роль. Да, ударила. Она умерла от сердечного приступа. А при чем тут я? При чем? Драматические события мистическим образом происходят и в жизни актрисы. Красота становится для нее и даром, и проклятием. Я – коренная москвичка. Родилась я на Малой Бронной. В семье эстрадных актеров. Мама была певица, а папа был чечеточник-куплетист. Родители были все время на гастролях. Опекала Наташу с двухнедельного возраста нянечка Маруся – простая русская женщина из Тамбовской области. Малютка с детства слышала и народные песни, и арии из опер. Девочка на отлично училась в школе, пела, танцевала, декламировала стихи. Но окружающие все чаще стали отмечать не музыкальные способности Наташи, а ее неординарную внешность. За спиной она слышала – не девочка, а ангел. Мальчики не давали мне прохода совершенно. Вплоть до того, что они… Мы жили на пятом этаже. С первого по пятый этаж они стояли толпой, тесной толпой. Тесной толпой стояли до моей квартиры. Чтобы пройти было невозможно. Уже в доме сердились, нервничали. Ну, я ничего не могла сделать, потому что я их не приглашала. Они мне поджигали почтовый ящик. Они мне разбивали окно на пятом этаже. Юноши кружились вокруг Наташи Роя. Но общаться ей с ними было не досуг. Она много занималась музыкой и пением. В 16 лет она точно решила, что станет актрисой. На вступительных экзаменах она читала Горького и басню «Стрекоза и муравей» в современном варианте. В июле родители, будучи на гастролях, получили телеграмму. «Прошла в щуку. Пробую поступить во ВГИК». Конкурсную комиссию в институте возглавляла Ольга Ивановна Пыжова. Наташа так хотелось понравиться великой мхатовской актрисе, что после обязательной программы она вызвалась спеть ей легкую незатейливую песню «Ландыши». Только в коридоре от старшекурсников девушка узнала, что Пыжова серьезная дама и терпеть не может эстраду. Напрасно Наташа обливалась слезами. Ольга Ивановна взяла эстрадницу к себе на курс. Началась веселая студенческая жизнь. Наташа, Наташа непоседливая, Наташа шумная, Наташа везде и всюду. Наташа, у нас две Наташи, две музыкальные. Наташа Защипина и Наташа Кустинская. У меня они играли на пианино, и мы, значит, в перерывах пели-пели-пели-пели песни. Курс у нас дружный-дружный-дружный-предружный. Мы все любили друг друга, обожали. Наташку на курсе звали Кусти. Кустя, Кустя, Кустя. Ну, Кустя, она такой ветреный ребенок, избалованный ребенок, вообще любимое дитё у своих родителей. Она, естественно, лучше всех была одета. И всегда им говорят, ой, Кустя, ой, Кустя. Веселую, озорную девчушку в коридоре в ГИКО приметила режиссер Григорий Рошаль. Мастер искал актрису на небольшую роль в своем новом фильме «Хмурое утро», который должен был стать продолжением картины «Хождение по мукам». По замыслу режиссера, первая комсомолка Маруся должна была выглядеть как Аленушка из сказки. Статная, милая, добрая. Готовясь к пробам на Мосфильме, Наташа накрасила губы и ресницы, тщательно уложила волосы, а придя в павильон, услышала от режиссера. Это что такое? Гример говорит, пойдите сюда. Елена Ивановна у нас была, да, помню, гример. Елена Ивановна, умойте ее, волосы размочите, заплетите ей косичку сзади одну и приведите ее в павильон. Я так расстроилась, думаю, умоет, ну что, на кого я буду похожа. Все снимаются и подкрашивают, а меня умыть просто надо. Пробы прошли успешно. Наталью утвердили на роль. Во ВГИКе всегда существовал строгий запрет студентам на съемки. Но режиссеру Григорию Рошалю отказать не смогли. Во время съемок оператор все время сетовал. Трудно снимать, у Наташи приборы отражаются в глазах. Настолько глаза у молодой актрисы были огромными, прямо магическими. В фильме Маруси Комсомолка склонила главного героя Рощина на сторону революции. Он сознательно шагает к нам, драться за наше рабочее дело. Нет, угрюмым надо быть, чтобы не верить в это. Ну, я многих убедила. Вне съемочной площадки белый офицер, которого играл Николай Гриценко, всячески опекал свою героиню. Наташа и в жизни была той же наивной, искренней девчонкой, что и в фильме. Маруся свято верила в революцию, Наташа – в потрясающую жизнь всех советских людей. Этот ее пробег через мост до сих пор, вот я просто вижу по кадрам, она сказала, такую чистую, светлую, озаренную мечтой о всеобщем счастье девушку. Рошаль ее правильно использовала, она была олицетворением будущего, олицетворением революции, олицетворением мечты. Наташа на экране страшно себе не понравилась. На пробном просмотре на Мосфильме она просто разревелась. Но режиссеры были другого мнения. На студентку в ГИКа Наталью Кустинскую посыпались предложения сниматься в кино. В институт она забегала лишь на час-полтора и торопилась домой, учить роль. Все очень смеялись, потому что Наташка такая, говорит, ой, здравствуй, здравствуй, хорошо выглядишь, слушай, как твои дела? И побежала дальше. Как дела? Да лампочки ей! Какие твои дела? Куда? И так с каждым. Она этого не понимала, она думала, что она очень внимательная, очень внимательная, очень такая. Не слушая ответа, ей главное было задать вопрос. Ответа она не слушала. Вот вся Кузя в этом. Она училась и снималась на «Беларусьфильме» у Корж Саблина в картине «Первые испытания», когда в институт пришел модный тогда режиссер Юрий Чулюкин. Проводя мастер-класс, он обратился к симпатичной студентке Кустинской. Ты артисткой хочешь стать? Не получится. Это профессия волевых, выносливых людей. У тебя просто не хватит сил. Однако после занятий он попросил у Наташи ее домашний телефон. Он на другой день звонит и говорит, слушай, сейчас я к тебе подъеду, у меня сценарий, я хочу тебе его почитать, хочу посоветоваться, понравится тебе или нет. Мы с ним сидели на Патриарших прудах, он мне читал сценарий о детской студии «Дубравка», потом этот фильм так и шел на детской студии, это его сценарий был. Мне понравился, я делал им какие-то замечания. И вдруг он мне сразу говорит, выходи за меня замуж. И я говорю, Юра, я сейчас снимаюсь, вот я отснимусь, сейчас там приеду еще, когда у меня будет перерыв, тогда мы с тобой подумаем. Он говорит, нет, об этом речи быть не может. Ты выйдешь за меня замуж сейчас, завтра. Самое удивительное, что через день 18-летняя Наталья Кустинская на самом деле стала женой Юрия Чулюкина, который был старше ее на 9 лет. Это был стремительный брак, брак-экспресс. Многие посчитали этот союз расчетом молоденькой студентки. Чулюкин к тому времени снял свою знаменитую комедию «Неподдающиеся». Был полон творческих замыслов. Многие завидовали Кустинской. Жена известного режиссера засветится теперь во всех его фильмах. Задумав снимать картину «Девчата», Юрий на самом деле пообещал роль главной героини Тоськи отдать жене. Но худруки Райзмана Ром вынесли вердикт. Наташа с ее красотой совершенно не годится на роль замухрышки Тоси. Вскоре выяснилось, что съемки давно идут, и Тоську играет Надежда Румянцева. Наташа рыдала несколько дней так, будто она похоронила близкого человека. Понимаете, я не могла простить Юрию Чулюкину такое предательство в отношении меня. Он будил меня ночами, спрашивал, как написать, скажи мне такую-то фразу, вот как ты ее скажешь. Он проверял на мне все актерские задачи. Я ему нужна была вообще, понимаете. А так, чтобы я снимала где-то у других режиссеров, он не хотел. Он говорил, а зачем мне это надо? Ты будешь актрисой номер один. Тогда ты меня бросишь. Но творческие успехи Натальи уже было не остановить. Она снялась в фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», «После свадьбы». По-настоящему счастливым билетом для нее стал фильм «Три плюс два». Актерам предстояло сниматься в купальниках, а Наталья была чудо как хороша. На съемочной площадке собрались будущие звезды советского кино. Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева. Первоначально картина называлась «Дикари» и была задумана как сатира, но воспетая Хемингуэем и очень модное в то время бородатое дикарство. Но стараниями режиссера Генриха Аганесяна и хохмача Андрея Миронова фильм наполнился искрометными шутками и стал замечательной курортной историей. Группа была совершенно очаровательная, прелестная. Обстановка изумительно, очень красивое место. Завод шампанских вин, Голицынский, был там, где ведра шампанского продавались за два рубля. Брюд, роскошное, сухое шампанское продавалось за два рубля. Все вечером покупали себе шампанское. Даже Аганесян нам на площадке немножко позволял выпить шампанскую. Ну, потому что мы уставали и мерзли очень. Мы снимали от рассвета и совсем до темноты. Глядя на резвящихся молодых людей, зрители не догадывались, что фильм снимали с конца октября по декабрь. Режиссер заставлял актеров с улыбками окунаться в холодную воду. Ай-яй-яй-яй-яй, девушки, разве можно так далеко заплывать? А ну, хватайте за веревочки. Не делалось поблажек и для двух красавиц-героинь. Типажи курортниц, блондинки и брюнетки были по-голливудски продуманными и для советского кино необычными. На пляже две красивые женщины, потрясающие парни, потрясающие. И все они в купальниках, и все они в плавках. И как они там развлекались, и как это было замечательно. Тогда еще в таких костюмах как-то у нас не очень было принято появляться на экранах. Нам надо было загореть, мы же дикари, значит, загорелые. И мы ходили в шортах. А тогда в шортах было на побережье запрещено категорически. Нас милиция арестовывала. И потом нам выдали справку, что мы имеем право в таком виде ходить. На площадке царила благодушная атмосфера, пока в Новый Свет не приехал муж Натальи Юрий Чулюкин. Посмотрев отснятый материал, он пришел в бешенство. Жена в кадре все время появлялась в купальнике. Более того, выглядела слишком эффектно. Чуть ее не подвело режиссера. Картина «Три плюс два», вышедшая на экранах в 1963 году, мгновенно стала кинохитом сезона. Популярность была невероятной. Обеим Наташем, Кустинской и Фатеевой, мешками стали приходить письма с признаниями в любви. Открытки с их фото продавались в каждом киоске «Союз печати». Роман первый возник у Фатеева и у Миронова. А у нас как-то все не завязывался и не завязывался. И та просто, как это, одна подруга уже романится вовсю, а другая как-то отстает. И это возмущало и Фатееву. И она все время Кустинскую подталкивала к тому, чтобы у нас завязался с ней роман. Наталья будет наслаждаться обрушившейся на нее славой. Кинорежиссеры будут обрывать ее телефон. Но видеть в ней будут прежде всего секс-символ эпохи пуританства. Ослепительная красота обернется для актрисы трудностями как в личном плане, так и в профессиональном. Красота – это действительно проклятие. Проклятие – это то, что в тебе замечают в первую очередь. Красивой женщине очень долго нужно доказывать, что она не глупая. Если у тебя недостаточно сильный характер, я не беру интеллектуальные какие-то вещи, просто недостаточно сильный характер, ты ломаешься на этом, естественно. Потому что мало того, что тебя боготворят, так тебя еще боготворя внутренне не уважают за то, что ты недостаточно умная. Наташу всеобщее внимание не раздражало. Она привыкла к нему с детства. С поклонниками актриса была внимательна и добра. Что страшно злило мужа Юрия Челюкина. Не желая отпускать жену в другие картины, он дал ей, наконец, роль в своем новом фильме «Королевская регата». Не командуй! Нет, не будешь! Нет, не будешь! Или ты бросишь все это к чертовой матери, или я устрою грандиозный скандал. Учни! Попробуй! Спортивную комедию о команде Грибцов снимали весело. Это был один из первых широкоформатных фильмов. В картине были заняты молодые актеры, недавние выпускники театральных вузов. Глядя на красавицу-партнершу Наталью Кустинскую, им оставалось только вздыхать. Украдкой. Я был очень неопытным молодым актером. Она уже была известной актрисой. Она такая была, как сейчас говорят, секс-символ. Тогда и такого термина не было, но сейчас... Она была такая вот наша, ну, скажем так, Бриджит Бардо. Вообще Бриджит Бардо была в моде, в кинематографе. Помимо того, она была ее женой режиссера, так что населись мы с большим пиететом. Она нам всем очень нравилась. Сколько у тебя времени? Всего два часа! На съемках случалось немало курьезов. Однажды снимали скоростной проезд. Герои мчались на мотороллере на бешеной скорости. Рядом на ЗИСе несся оператор с камерой. Наташа жутко волновалась. Ведь сидеть ей приходилось чисто по-женски. Ноги были перекинуты на одну сторону. А молодой Смирницкий до этого ни разу не водил мотороллер. По сценарию скорость должна была быть запредельной. Во время съемок нас остановил гаишник. Не поняв, что происходит, он нас остановил. Даже не за превышение скорости, а, по-моему, мы как-то рядность нарушили. Тогда не позволялось мотороллерам ездить, скажем, в левом ряду. А мы выскочили вот левее. Он нас бабаха остановил. Ну, я остановил практически съемку. Не нас, а съемку. Пришлось съемочной группе заново выходить на старт. Несмотря на душевную обстановку на съемках, актеры стали замечать, что между супругами, Челюкиным и Кустинской, все чаще происходят ссоры. В экспедицию в Ростов Юрий уехал без Наташи. А вскоре она узнала, что у него есть другая женщина. Он мне сказал, гримерша еще наша. Она в нашем доме жила, там, на Мосфильмской. Она сказала, что Наташа, у него есть другая женщина, и он с ней живет у матери, на Новопесчаной. Я оделась и поехала. Она открыла мне дверь в его халате, с сигаретой. Очень хорошо, что вы пришли. Вы знаете, он меня любит, а вас он жалеет, поэтому он вот с вами не расстается. Я ему написала письмо, написала Юре, я очень довольна, что я все увидела. Все. Через полтора часа он был дома. Но уже было все закончено. Я этого не простила. После восьми лет брака супруги расстались. Наталья с головой окунулась в работу. Много гастролировала по стране и за границей. После визита в Париж модный французский журнал украсил обложку ее фотографии, сопроводив подписью «Советская Бриджит Бардо». А журналисты включили молодую актрису в десятку самых красивых женщин мира. Наталья была окружена поклонниками. Каково же было ее удивление, когда на одном из приемов она встретила мужчину, который не слышал и не знал о ней абсолютно ничего. Олег был дипломат и недавно вернулся в Советский Союз. Он был скромен, серьезен, выдержан и очень отличался от мужчин мира искусства, где вращалась Наташа. Когда увидел Наташу, узнал, кто она, что она, ну, наверное, это была влюбленность или, может быть, влюбился с первого взгляда. В отличие от Чулюкина, Олег никогда не позволял себе устраивать в жене сцены ревности. Тем более, что вскоре выяснилось, что Наталья беременна. С появлением сына Димы обстановка в семье резко изменилась. Малыш рос беспокойно. Бессонные ночи изматывали обоих родителей. Отдушиной стало появление в доме друзей. Однажды к ним на праздник пришла в гости Наталья Фатеева с мужем, космонавтом Борисом Егоровым. Хозяйка села за рояль, исполнила элегию Рахманинова, затем этюды Шопена. Борис опешил. Это были его любимые произведения. Весь вечер гость не отходил от тезки своей жены. Праздник закончился, и опять началась кутерьма с пеленками, кашами, прогулками по расписанию. Наташа рассчитывала на поддержку мужа. Олег вдруг собрался в отпуск. Своими друзьями по работе на байдарках. Я его уговаривала, умоляла не ехать. Мне трудно с ребенком. Одной, хоть у меня была мама и Марусенька. Олег все-таки уехал. Я когда его обняла, я почувствовала, что я последний раз его обнимаю. Я обняла его и заплакала. Вот почувствовала я. На горизонте Кустинской появился Борис Егоров. Космонавт, мастер спорта по альпинизму, мастер спорта по подводному плаванию. Настоящий герой своего времени. Наташа играла спектакль, Борис сидел в зале. Она уезжала на съемки и концерты, он тут же ехал за ней следом. Это была любовь, умопомрачение. Любовь, стихия. Борис ни на минуту не отпускал Наташиной руки. Она нужна была ему каждый день, каждый час. Наконец, он нашел свой идеал. Настоящую женщину секси. Русскую Бриджит Бардо. За спиной Кустинская слышала. Отбила у подруги мужа. Но Наташа хорошо знала, что отношения у Фатеева и Егорова разладились задолго до их романа. Он мне сказал, что я все равно бы развелся, если бы не ты. Потому что она ему не разрешала с друзьями дружить. К нему приходили друзья, она ложилась в этой комнате делать зарядку. Для меня, говорит, это уже она как женщина, она меня перестала просто интересовать совершенно. Жизнь Наташи стала похожа на мелодраму. Она разрывалась между долгом и любовью. Муж Олег, узнав об ее отношениях с Борисом, пытался покончить с собой и попал в больницу. Наташа долго его выхаживала и попросила Бориса оставить ее в покое. Но не тут-то было. Космонавт не привык отступать. Он буквально поселился у любимой на лестничной площадке и каждый час звонил ей в дверь. И Наташа решилась. Взяв на руки девятимесячного сына, она ушла из дома. Быть мужем актрисы очень тяжело. Это такая эмоциональная нагрузка. Вообще Наташу в этом смысле повезло. Я не имею в виду себя. Я имею в виду Чженкин был талантливейший человек. Борис Егоров. Совсем всесторонний. Как говорится, очень разносторонний человек. И он тоже любил Наташу. Ну, не было, наверное, ни одного мужчины, который бы в нее не влюблялся. Наташа и Борис сняли квартиру на Новиковом прибое около Москва-реки, где стоял лишь диван и стол. Не было ни плиты, ни кастрюли. Как они радовались, когда Борис получил огромную квартиру в Спиридоневском перелке. Более ста квадратных метров. Семейное гнездышко глава семьи устроил по-особому. Бассейн в гостиной, дворцовая французская золотая мебель, стилизованная под 18 век, и огромные зеркала. Это же была, ну, скажем так, квартира, это был самый гостеприимный дом в Москве. Всегда открыты двери. Всегда готовы встретить, не только хлебом и солью, но и хорошим вином, и прекрасной едой, которую она тоже умела приготовить. Это первое. И в то же время Борис Егоров, видимо, вот он так любил свою жену, что это гнездышко своими руками практически делал. Отдыхали Наташа и Борис только вместе, в Крыму, под Форосом, где размещались дачи членов ЦК КПСС. Егоров к тому времени возглавлял Институт биотехнологии, защитил докторскую диссертацию. Часто бывая в загранкомандировках, он привозил жене шубы, шикарные платья и туфли с каблуком 18 сантиметров. Ниже каблук Наташа не носила. В доме было много пластинок с новейшими записями. У них у первых в Москве появился видеомагнитофон. Коллеги втайне завидовали Кустинской. В то время быть женой космонавта, вы представляете, это вот то, что на сегодняшний день быть женой, я не знаю, по крайней мере, какой-нибудь олигарха, наверное. Вот сравнимо с этим. Понимаете, космонавты были наперечет такие, в буквальном смысле слова, национальные герои. Такие, лицо нации. Много времени Егоров уделял ее сыну Дине, которого в домашнем кругу называли Митей. С трех лет Борис говорил с мальчиком по-английски. Уже в подростковом возрасте Митя блестяще знал язык и водил машину. Может, самый такой печальный для меня в совместной жизни момент, это когда ему было, Митя, лет пять, наверное, мы гуляли здесь на Патриарших прудах. Ко мне спрашивают, говорит, папа, а ты не обидишься, если мы поменяем, я поменяю фамилию на Егорова? Ну, всем детям хотелось быть космонавтом, и тогда это было новинку. Борис оказался очень хорошим отцом для Мити, и делал для него все, что можно. Очень много для него сделал, и, наверное, вот Мите даже и повезло, что я бы не смог бы настолько вот уделять внимание, потому что мне приходилось с командировки ездить. Дом Натальи был открыт и для научной элиты, и для артистической. Однажды в гости пожаловал Ролан Быков. Режиссер задумал снимать фильм «Чучело» и попросил Митю привезти домой одноклассников. Посмотрев на каждого из шумной ватаги, он остановил свой выбор на Мите. У подростка было серьезное лицо и капризная губа. Борис Егоров был категорически против, чтобы Митя имел какое-то отношение к кино. Он учил с приемным сыном языки, готовил его к поступлению в МГИМО. Съемки начались, когда Егоров был в длительной командировке в Америке, и ему ничего не оставалось, как смириться с кинодебютом приемного сына. Митя великолепно сыграл главного героя Диму Сомова, на которого в жизни был совсем не похож. Это был период колоссальнейшего счастья. Говорят, две медведицы в одной перелоге не уживутся. Здесь было три медведь, медведица и медвежонок, и каждый из них со своим характером, со своим упрямством, со своей гордостью. На разногласия не оставалось времени. Наталья снималась у Гайдая, в комедии Иван Васильевич меняет профессию. Режиссер предложил актрисе сыграть пародию на роковую даму. Роль любовницы Якина была очень яркой. Когда я кричу, целуй его, целуй его. Я говорю, Лень, точно не хочу. Но у меня такая любовь была с Борисом в тот период, и целовать Пуговкина, понимаете. Я целую быстро. Я быстро его схватила, поцеловала. Он говорит, а теперь сплюнь, кричит мне оттуда. Я такая, пху. Все вот это, как-то вот все экспромтом происходило. Но это интересно было очень. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Подбирать на Мосфильме платье для роли любовницы Якина Наталье не пришлось. Она принесла на съемки свой собственный наряд. Мини-платье, привезенное из Парижа, было отделано перьями и выглядело просто шикарно. О нарядах Натальи Кустинской ходили легенды. Всегда эпатажно одевалась. У меня всегда были наряды, которые поначалу даже удивлялись своей нелепостью. Может быть, сегодня это бы казалось нормой. Но тогда она всегда как-то из общего... Часто вот в этом Доме кино встречали Новый год. Когда появлялась Кустинская, все смотрели, всегда всем это было... был удар. Римма Маркова рассказывала, что они говорят, может, отсоединили о тебе? Я говорю, вот Кустинская, Кустинская. Он говорит, да прекратите вы о Кустинской говорить. Из-за такой, как Кустинская, раньше войны были. Наталья часто приходилось бывать с мужем, космонавтом Борисом Егоровым на приемах в Кремле. Ее знала вся политическая элита. Косыгин осыпал ее комплиментами, Андропов признавался, что страшно завидует ее мужу. Для Наташи это было время расцвета, роскоши и комплиментов. Но в отличие от мужчин, жены космонавтов к ней относились неоднозначно. Терешкова, кстати, ко мне очень плохо относилась. Мне подошли в Кремле, подарили огромный букет гвоздик, огромный букет. Она была тогда еще женой. Господи, так я к нему хорошо отношусь. Он ко мне изумительно относился. Он умер. Николаев, да, Николаев. И так как она стояла рядом, я разделила букет пополам и протянул огромный букет, вот такой просто, и протянул ей. Она говорит, не возьму. Он вот так как даст ей рукой. Говорит, возьми, сейчас же. Она взяла тогда. Наталью Кустинскую обожали. Ей завидовали, ее ненавидели. На экранах господствовал идеологически выдержанный социальный тип. Розовощекая доярка с тяжелой судьбой. Крепкая женщина-тракторист. Женщина-руководитель с гладкой прической и рубленной речью. Хрупкой Наташи с яркой броской красотой оставалось играть роли иностранных шпионок, женщин легкого поведения и небольшие комедийные роли. Она смотрелась и народным телом, и на фоне персонажей экранных, и на фоне своих коллег, потому что в советское время выдающиеся актрисы работали парторгами в театрах, ходили на субботники, возглавляли паровкомы. Была не страшная эпоха, а страшно циничная. Все понимали, что происходит, и все молчали, и все, что было, так сказать, как это по-польски, что занадто, это не здраво, не нужно, потому что это шло во вред идеологии. Она была мощная. И система звезд, которая при коммунистах существовала, она существовала, в отличие от нашего времени, сегодняшнего. Потому что у нас не появилась такой системы звезд, как в Голливуде, денежная. А при коммунистах она была, но она была номенклатурной, это был натуральный обмен. Это были совершенно нормальные отношения, такие рыночные, на уровне идеологии. Любой человек, который просто свободно держался, как Наташа, который говорил, что это уродство, а это прекрасно. Он вызывал опасения, прежде всего, у руководства. Советские режиссеры по-прежнему видели в Наталье Кустинской лишь яркую внешность. Актриса сыграла более чем в 40 фильмах. Везде ее героини оказывались или в постели, или дефилировали в неглиже. Кино начало ее ломать. Они увидели только внешнюю оболочку. Собвоздительная красотка. И не очень, не очень глубокая, поверхностная, которая должна просто покорять мужчин своим легкомыслием, своим поведением. Она потом стала и в жизни так же себя вести. Хоть бы кто-то ее остановил, подумай, задумайся над жизнью, задумайся над проблемами. Режиссеры Краснопольский и Усков решили, наконец, показать Наталью в другом амплуа. В 1983 году в фильме «Вечный зов» Наталья сыграла серьезную драматическую роль Полины Лохновской. Пробовались Максакова, Фатеева, Мышкова. А утвердили Наталью Кустинскую за аристократизм. С мужем Борисом Егоровым Наталья до пяти утра репетировала сцены из фильма. И роль удалась. Она здесь раскрылась как серьезная драматическая актриса, умеющая переживать, умеющая думать думать и понимать социальные проблемы, которые стоят в жизни. Я ненавижу вас всех. Я вынуждена прозябать вот здесь, в этой деревне, в этой дыре. А Полипов мог сделать больше. Но он трус. Подонок. И все-таки он вредил вам и после. Здесь, в Шантаре. Несложную сцену в библиотеке снимали 16 часов. Две смены подряд. Партнерша Наталья никак не могла правдоподобно умереть в кадре. Режиссеры, считая, что актеры должны быть сплошной комок нервов, не давали им выпить даже чашки кофе. Картина «Вечный зов» стала для Кустинской несомненной удачей. Наташа нравилась себя даже в старческом гриме, когда была вся в морщинах. Она прожила в фильме «Жизнь Полины Лохновской». Пропиталась той исторической эпохой. И когда съемки закончились, долго не могла вписаться в современную жизнь. А после съемок нужно было ехать на гастроли по стране. Творческие встречи со зрителями были неотъемлемым атрибутом актерской жизни. Когда она выходила на сцену к зрителю, любой зритель, крестьяне это были, либо это были был пролетариат, либо это были какие-то, так сказать, среды интеллигентские, какие-то в ней. Ее воспринимали одинаково, ее воспринимали как своего человека. Она шла с открытым забралом, и у нее был нормальный человеческий юмор, доступный всем, не через левое ухо. И она не пыталась сделать вид, что она умнее. Десант актеров высаживался в областном городе. Артистов распределяли по творческим бригадам. И как партизан раскидывали по точкам, дальним лес промхозам и совхозам. Актеры рассказывали о съемках в популярных фильмах, байки, что случались на съемочной площадке, пародировали коллег. Конечно, не обходилось и без курьезов. Я тогда имел неосторожность сделать фарфоровые зубы. Это вообще была крайне, чрезвычайно, очень большая редкость. Вообще в стране, в нашей они только-только стали появляться. И не было времени, не было времени, и я уехал, и они у меня были на временном цементе. Помню, мы приехали в какой-то, ну, на выезд, я не помню, это колхоз был или завод, много всего, мы объездили всю эту область. И когда мы пошли на сцену, я там говорила всем, здравствуйте, здравствуйте. В общем, несколько из них я потерял. Я говорю, Наталья, я говорю, катастрофа. Наталья, с вами нормально встала, пошла кругом и сказала, товарищи, у нас такое несчастье, хотя тут зубы потерял. Потом она развернулась назад и как это, как прилично сказать, в позе на коленях стала их искать. Она их нашла, отнесла мне, сказала, все, успокоен, вышла, зал был ее. То есть, я такой овации не слыхал на концертах наших эстрадных звезд. Период процветания и всеобщего поклонения закончился для Натальи в один момент. Репетируя в театре киноактера в музыкальном спектакле «Целуй меня, Кэт», она, как всегда, взбежала по лестнице наверх и с высоты прыгнула, как ей казалось, прямо в руки партнера. Но актер забыл мизан-сцену и отошел в сторону. И Наталья на 18 сантиметра и на 20-метровых каблуках рухнула на пол. В больнице все думали, что я умру. Все. Абсолютно. Ну, Господь Бог мне помог. Долгие месяцы актриса провела в больнице. Борис навещал ее редко. Настроение у Натальи было ужасное. Проснувшись однажды посреди ночи, актриса увидела у окна силуэт женщины. Поняв, что больная не спит, дама поспешила выйти из палаты. Оказалось, что это была любовница ее мужа. Это было второе предательство в жизни, которое, как он не просил, как он меня не умолял, я просто не могла простить. после такой любви, которая была ничем не омраченена, после таких необыкновенных взаимоотношений, что я была ему абсолютно верна. И так, в общем, со мной поступить это было для меня. сейчас я часто об этом думаю и думаю, что, наверное, я сейчас простила, но тогда не могла. Я ничего не могла с собой сделать. Наташу, находящуюся в жуткой депрессии, подруги старались как можно чаще вытаскивать из дома. В ресторане Баку все были весело, кроме Натальи. Это заметил один из гостей, муж актрисы Маргариты Гладунко, Геннадий Хромушин. Профессор МГИМО был очень элегантен. И Наталья не смогла отказать, когда он пригласил ее на танец. Она не придала значения этой встрече. Настало Рождество. Наталья сидела в огромной квартире одна. Слезы градом катились по ее щекам. В доме не было никакой еды. Вдруг звонок. Наташенька, здравствуй. Я говорю, Гена, ты где? На отдыхе? Нет, я приехала. Я говорю, как приехала? Все, я Рите сказала, что я люблю тебя, что я жить с ней больше не буду, что я от нее ушел. Все. Я говорю, он говорит, можно я к тебе приеду? Я говорю, Гена, приезжай, только у меня абсолютно ничего нет, у меня даже еды никакой нет. Он говорит, ты об этом не думай, потому что я все привезу. Геннадий был невероятно интересный человек. Работая в ЦК КПСС, начальником контрпропаганды, он объехал весь мир, знал множество историй. Три часа подряд он мог читать наизусть стихи Гумилевой и Ахматовой. Наташей с ним было очень интересно общаться. К тому же Геннадий прекрасно готовил, знал кухню многих народов мира. Он боготворил Наташу, конечно. И не откликнуться она не могла на его чувства. Потому что он забрал ее всю сразу. Понимаете? Это... Вот этот период до самой его смерти, я, конечно, знаю. Он прекрасно готовил, он так ухаживал за ней, так нежен с ней был. Борис Егоров после разрыва с Натальей начал пить и попал в больницу с сердечным приступом. Потом на зло Натальи женился. Но и после этого продолжал звонить и просить Наталью. Кошка, давай начнем все сначала. На замужество своей бывшей жены Егоров отреагировал своеобразно. Взял и написал кляузу в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где работал Хромушин. Я потрясена была. И не поверила ему, когда он мне сказал, потому что он сам это ненавидел в жизни. На него писал и Фатеева все время. Он это ненавидел, понимаете, что вот кто-то на кого-то пишет. Как он мог это сделать? Я думаю, от ревности. Шикарную квартиру с бассейном в гостиной пришлось разменять. Наталья с Митей переехала в крошечную двухкомнатную квартиру в центре, Борис в большие апартаменты на Хованской улице. Жизнь Натальи резко изменилась. Она мало была занята в театре. Период цветения заканчивался. Красота была уже не столь яркой. Наталья страдала. У нее, как и прежде, были завышенные требования к жизни. Ее внешний тип, ее характер, ее манера себя держать оказались очень созвучны временем. И оказавшись созвучны временем, они вместе с этим временем и ушли. Поэтому смертоносность этой красоты заключалась еще и в том, что с уходом времени ушла вся ее подоснова. Вся подоснова того, из-за чего она была как бы объектом вожделения, подражания, преклонения одновременно. Быть очаровательной и сохранить чувство юмора, когда тебя не снимают, когда не так уже хорошо в личной жизни, когда уже очаровательная фигурка, а у нее была просто точеная фигурка, и класс именно вот та, которая нравилась, становится не совсем точеной, понимаете, когда глаз уже немного ищет уже покоя, понимаете, а творчество – это беспокойство, это уже покоя. Вот в таких случаях остаться Кустинской, это было очень сложно. Началась перестройка. Кинематограф переживал не лучшие времена. Наташа была теперь не советская Бриджит Бардо, а просто женщина предпенсионного возраста. Перемолола жизнь и Бориса Егорова. Научные разработки перестали финансировать. Он вынужден был оставить свой именитый институт биотехнологии, пробовал заняться бизнесом. А через два года, в 1994-м, Бориса Егорова не стало. Он умер вот так же, как и жил. Не в болезни, не там, не знаю, от старости, там, долго на кровати. Я слышал так, что он проводил совещание, упал и умер. И, хотя очень быстро приехала скорая помощь, но, насколько я слышал, это был тромб, который оторвался, вошел в сердце, и в таких случаях медицина не помогает. То есть, как он жил ярко, вот так он и умер, как солдат, как, даже, я бы сказал, как главнокомандующий, как когда-то Д'Артаньян у Дюма, на вершине своей жизни. Смерть буквально идет по пятам Натальи. Она надолго облачается в траву. Уходит из жизни нянечка Маруся. Не успевает Наталья оправиться от горя, муж Геннадий, сломав плечо, попадает в больницу. Ему заносят инфекцию. Начинается заражение крови. Когда показалось, что кризис миновал, она забирает мужа домой. Вдруг Митя побежал мусор выносить, и как закричит, у него мама Гена умер. Он на лестнице сидел мертвый. В общем, ключи в руке у него были. И в сумке продукты он все не рассыпал. Ничего. Он, видимо, просто осел как-то. Преследовали меня смертью. Посмотрите, сколько я людей похоронила. Это же ужас вообще. Но самое страшное ждало Наталью впереди. Сын Митя, потеряв семимесячного сына, впал в депрессию. Начал пить. В драке ему отбили легкое, и Наталья буквально переселилась жить в больницу. Но на этом черная полоса в жизни Мити не закончилась. В 2003-м Наталья узнала, что сын погиб при странных обстоятельствах. Митю нашли мертвым на улице. При вскрытии врачи поставили диагноз сердечная недостаточность. Мы не думали, что она сможет пережить все это, потому что была пустота, опустошенность. Была даже страшно было подходить, как она пережила все это. Вот эту пустоту нечем было заполнить. Очень все сложно. И вы знаете, как трудно было приходить в этот дом, но мы приходили, потому что помощь нужна была. Мы пытались ее предложить психолога. Она сказала, нет, я сама. Судьба подвела черту. У нее не осталось ничего. Ни мужа, ни сына, ни внука, ни работы. Наталья впала в глубокую депрессию. Не жила и не умирала. Чувствовала полную обреченность и невозможность что-либо изменить. Алкоголь стал для нее наркозом. В беспамятстве было не так больно жить. Был такой период после смерти Мити. Был такой период, но потом я просто дала себе слово, что все. Ну, потому что я понимаю, что я себя гублю. Зачем же мне это делать? Зачем? Зачем уже совсем уходить? Надо наоборот как-то выдержать это. Я знаю, что Митя меня бы поддержал и сказал бы, что мама все правильно. Коротая за чашкой чая длинные зимние вечера, она спрашивала себя, за что судьба отняла у нее сына. Теперь актриса уверена, это расплата за успех многочисленных поклонников роскошную жизнь в прошлом. Красота сыграла с ней злую шутку. Публичная профессия это очень тяжелая история. Поэтому когда задают банальный вопрос, особенно нам актерам, вот как вам популярность, наверное, вам хорошо с ней живет. Они даже не представляют малой толики того, что человеку публичной профессии приходится выносить. Я это говорю без всякого кокетства, абсолютно, потому что чья через это горнило так или иначе прошел. И тоже у меня были проблемы и с алкоголем, и с чем только не было. Понимаете, так сказать, ну, Бог пронес как-то вывез меня. Понимаете, ну, было много всего. И многих я людей терял, и так далее, и так далее. Так что это очень тяжелый путь. Многие его, не будем приводить примеры, их сотни, если не тысячи, которые не вынесли этого дела. так же, как ярко жили, так как-то вот таким взрывом потом все это закончилось. Несмотря на больные ноги, каждый месяц Наталья Николаевна отправляется к Мите на Кунцевское кладбище. Каждый шаг ей дается с трудом. Ее поддерживают друзья, медсестр Нина и сосед Владимир. Сюда, на Кунцевский погост, актриса приходила с похоронной процессией трижды. За чугунной оградой лежат три самых близких ей человека. Любимая мать, отец и сын. На могиле Мити долгое время стоял только деревянный крест. У блиставшей некогда на всех светских приемах актрисы не было средств на памятник. Теперь на гранитном камне силуэт Мити. Деньги на постамент помогла собрать Кристина Арбакайта, которая со времен съемок в фильме «Чучело» считала Митю своим большим другом. Наталья старалась быть для Мити хорошей мамой, но уберечь от ранней смерти не смогла. Единственное, что теперь она может сделать для своего мальчика, положить цветы на его могилу и продолжать жить. Еще недавно из-за болезни она три месяца не вставала с постели. И ныне она, каждое утро поднимаясь, превозмогает боль. Но по многолетней привычке обязательно приводит себя в порядок, причесывается, подкрашивается. Я не чувствую своего возраста, не чувствую, даже несмотря на все пережитое. Когда я здорова, когда я красиво оденусь, когда я накрашена, когда я в духах, я опять все та же, которая была поднутру. Потеряв всех своих близких, Наталья Николаевна обрела новых друзей. У нее часто гостит импозантный мужчина Володя, живущий по соседству. Его судьбу тоже легкой не назовешь. Они с Натальей как два баркаса, прошедшие шторма. Пришвартовались друг к другу и потому не тонут. Недавно Володя предложил ей руку и сердце. Она обещала подумать. В жизни у Натальи Кустинской было много радости и много горя. В молодости у нее счастье было солнечное, а сейчас лунное, отраженное. Богемная жизнь осталась в прошлом. Облом триумфе напоминают лишь фотографии на стенах и журналы с русской дивой на обложках. Советская Бриджит Бордо 70, а она все та же беспечная Наташка, которая все еще верит в любовь и пытается быть счастливой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова